здарова народ с вами строительщик лёха и сегодня расскажу покажу как сделать вентиляцию в двухэтажном доме и покажу какие у меня проблемы столкнулись и как я их решил и так на первом этаже сейчас видно сразу справа у меня будет проходить каминная труба слева уже проходит вытяжка то есть принудитель вентиляции но еще нужно как-то запихнуть естественно поэтому единственный вариант это сделать между балок которые проходят между перекрытий если на втором этаже можно было вместе сделать отверстие в кровле то уже перекрытие нужно сделать именно между балок иначе пилить балку ну вообще не вариант такое место я нашел и как раз подгадал это будет закрытом коробе вместе с печной трубой что касаемо материала который нужен 3 метра вентиляторной трубы парочка клапанов вентилятор и тройник в принципе для приточки этого хватит ну не забываем также клей герметик с помощью клея склею детали а с помощью герметика сделаю их герметизированным чтобы запах не выходил а перед тем как мы продолжим небольшая рекламка ребят всем привет вы находите нашем канале и мы будем вам показывать как построить дом собственными руками вы увидите все моменты строительства современного дома начиная с проекта и кончая полноценным заездом в двухэтажный энергоэффективный дом а самое главное докажем что это может сделать своими руками подписывайтесь к нам на канал мы будем стараться и так собираем конструкцию на клей даем настояться эта конструкция где-то около часика она все высохнет ну а потом сверху проходим со силиконом то есть я сделаю немножко по-другому я собрал полностью весь крепеж то есть от самом монтажа трубы от основания и до выхода в перекрытие все это склеил настоялось и потом когда уже прикрепил стене только потом буду силиконить потому что любые подвижки могут силикон откроется и бой потом то есть скажем так фонить а мне это и нужно поэтому все это собираю или настояться помимо просто труб клапанов и отводов перекрестий я еще прикупил себе внутренний вентилятор который будет привлудительно отсасывать мне воздух с улицы то есть обогащать кислород по кнопочкам нажал и после воздух пошел но также в этом есть и минус потому что он будет препятствовать естественному выступлению кислорода если смотреть на площадь жилую 158 квадратов то для такой площади нужна труба 150-160 а это уже значительное удорожание поэтому поставил вентилятор и в принципе привлудительно такой же поток я спокойно смогу вытянуть дал постоять дал постоять и клей один вечер он полностью застыл все моя конструкция готова теперь можно выносить на кровлю выставляю по уровню отмечаю и дело отверстие отверстие дело специально не 110 а 150 то есть что вокруг трубы с каждой стороны был где-то что-то по сантиметру это нужно для утеплителя к тому же нужно будет грамотно склеить пароизоляцию чтобы не было бреши там не было конденсата в общем там будет конкретная работа по герметизации чтобы пар в открытую не выходил а проходил через пароизоляцию поэтому отверстия сделал побольше чтобы было удобно работать ну а теперь осталось сделать выход между вторым этажом и чердаком делать его буду из обычной трубы из-под конденсации можно сделать и раньше вы трубы но стоит немножечко дороже в большом объеме это существенно где-то 500 600 рублей а так она будет утеплена на чердаке и ничего не будет труба также 110 вентиляция также 110 поэтому они идеально стыкуются делаем пометку раздвигаем утеплитель не выдираем а просто раздвигаем его и делаем примерку доски использовал специально чтобы труба заходила тесно чтобы то есть она не падала вниз и не приходилось бегать 2 будет проходить где-то так же здесь и также потом на кровлю отступаю от конька метр шестьдесят чтобы прицелиться где будет тенсионный выход откуда-то взял это я смотрел в снипе делаю пометку где будет будущий вент выход просверливаю отверстие насквозь и делаю пометку себе чтобы уже на кровле я видел где-то отверстие было сделано ну а теперь комплектую всю амуницию чтобы выйти на крышу и поставить вентиляционный выход для это специально приобрел битумный герметик чтобы крепко загерметизировать не забываю про страховочный пояс угол крышами довольно таки острый поэтому стоять там сеть не получится также приобрел жилеточку потому что с собой нужно взять полный комплект оборудования то есть постоянно веревках и лазить это вообще не вариант перчатки чтобы не порезаться не забываем схем как это будет собираться саморезы веревки ножницы по металлу пассатижи рулетки маркера шуруповерт естественно в общем полный комплект ну и саму страховку не забудьте ну естественно нужен сам инвестиционный выход это самая дорогая покупка которая у меня была ну а теперь маленькая инструкция как перекинуть веревку через двадцатиметровую крышу для этого понадобится маленькая пластиковая бутылка чтобы не разбить окно на противоположной стороне не убить соседа или просто не повредить крышу привязали теперь остается только подняться перед тем как лезть на крышу я еще на всякий случай решил закрепить саму лестницу кровли потому уж когда я буду слезать я ногой могу просто свалить лестницу она упадет и я получать останусь там куковать пока кто-нибудь меня не заметит поэтому всякий случай закручиваю два самореза и к этим саморезам я уже прикручиваю катанку и на катанку сажаю саму стремянку получается стремянка будет закреплена к фасаду и она уже никуда не денется и по крайней мере у меня будет возможность нормально комфортно слезть на всякий случай закрепил с двух сторон но теперь перекидываем веревку с помощью бутылки с водой ну вроде перекинул теперь обратно слезаю и нужно подвязаться чтобы не упасть вот на веревку а теперь нужно подвязаться и и к чему-то очень прочному что вас точно выдержит привязывать к самому надежному источнику идем на грыжу ладно шучу привязывать естественно к дереву то есть к тому что точно меня выдержит к забору тоже такая себе проведущая идея поэтому либо дерево машина проверяется полный комплект амуниции снизу все полностью проверяют теперь можно лезть за съемку сразу извиняюсь крепить и бегать с камерой по крыше там где опасно более то времени не было поэтому ракурсы будут там где я смог поставить камеру там будет ракурс ну и перед тем как сделать первый шаг на кровлю я обвязываюсь страховкой и после этого могу выходить потому что на крыше меня уже ничто держать не будет кроме веревки нашел сквозное отверстие теперь ровно на нем нужно сделать отверстие под вент выход помощью маркер отмечаю внутреннюю часть ну и с помощью ножницы по металлу делаю отверстие также есть насадки на шуруповерт называется сверчок с ним более удобно но стоит он довольно таки дорого поэтому ради двух отверстий его покупать просто не стал стоит 2000 в магазине снимаю защитный слой и приклеиваю там где-то сантиметровый слой этого герметика поэтому возможно битма мастика даже не пригодится согласно инструкции закручиваю сначала верхнюю потом нижнюю часть и далее уже по уменьшению наклона закручиваю саморез до тех пор пока не вижу что герметик уже начинает потихоньку выходить из-под ободка ну а дальше начинается шляпный монтаж внутрь вставляется обычная труба не утепленная пластиковая сверху ставится крепежный элемент который является переходником между внутренней и внешней трубой и он тоже ни хрена не утеплен и получается он крепится на 4 самореза по уровню пузырьку и сверху элемент выход он уже утепленный сантиметровым пенопластом просто на два клика стыкуется и вот типа все получился утепленный герметичный вентиляционный выход по сути мое личное мнение это полная какая-то хрень я могу себе просто сэкономить где с половиной тысячи купить обычный выход не утепленный сверху лить железную трубу большего диаметра и внутреннюю часть просто запенить вот пожалуйста бюджетно утепленный вариант и герметичный что это такое я не понимаю это маркетинговый ход мне непонятно получается снутри 10 сантиметров над кровлей там ничего не утеплено я получается внутри сейчас буду делать герметичную трубу и там запенивать то есть это же мои личные геморрои это их не интересует зачем он стоит получается в 2 в 3 раза дороже чем обычный выход от него толку практически никакого честно говоря было обидно что переплатил такую сумму а в итоге получил то же самое вот такой выход простенький получился коллекционная труба два переходника по 30 градусов и сразу вент выход мне эта конструкция в принципе как сама модель более-менее понятно как она будет работать но я ее пока не утепляю почему потому что будет выходить еще принудительная и между ними нужно поставить рекуператор поэтому пока это все без утепления к тому же чем есть некоторые доработки которые хочу туда внедрить усовершенствовать на первом этаже будет вентиляция переходить в квадратную то есть плоскую потому что куда более много места занимает но где конкретно будет выход я пока еще не определился тому же чем больше углов тем хуже для вентиляции будет поток воздуха замедлен на втором этаже там где перекрестие тоже будет под потолок но там все понятно то максимальная длина будет эта балка так балка перекрытия уже видна то есть я буду делать прям под нее все эти выходы будут где-то прямо сделаны в подвесной потолок прямо над коридором вот и получается весь маршрут воздуховода с первого этажа он идет через второй перед перекрытием тройник далее по чердаку и уже идет выход на саму кровлю вот весь путь свежего воздуха на это в принципе вся естественно вентиляция закончена это естественно вентиляция была именно на дом но теперь быстренько приближемся по ценнику вент выход 125 диаметр труба утепленная в кавычках 4500 герметик клей битум 900 рублей сам вентилятор внутренние 400 рублей хороший мало шумный специально основной элемент вентиляции это белый пластик то есть там три метра трубы пластиковой 2 2 клапана переходники в общем полторы тысячи ну и серая канализационная труба которая проходила получается между перекрытием два отвода и три метра чтобы нас на сам уже вент выход еще 800 рублей как итог естественно вентиляция мы сейчас про нее говорим мне обошлась восемь сто будучи принудительная вытяжка то есть всей сырости из дома это будет в отдельном ролике там естественно будет сумма побольше как естественно для моего дома будет восемь сто но для моего дома труба сотка это маловато то есть кубатура дома площадь 150 квадратов поэтому этого маловато поэтому я поставил то вентилятор я буду принудительно засасывать а регулируйте это буду с помощью специальных приборов по влажности что касаемо серой трубы я хотел идти утеплить уже прям собирался но зимой в минус 27 холодный воздух будет остужать мой дом поэтому необходимо ставить рекуператор сделать я буду естественно сам чем с активно занимаюсь поэтому по естественно вентиляции на сегодня пока все в дальнейшем покажу принудительную и потом покажу рекуператор и что в итоге то есть комплексе как получилось как это все работает сэмбол самосточек лёха всем счастливо пока пока а 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 вот